Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Екатерина, и сегодня я вам дам 7 важных рекомендаций для того, чтобы ваша орхидея радовала вас красивым цветением. Поэтому досмотрите видео до конца, чтобы ничего не упустить! Первый важный совет – обеспечьте вашему растению перепад дневных температур. Для запуска процесса цветения орхидеи важно, чтобы существовал перепад между ночной и дневной температурой. В идеале разница должна составлять от 4 до 6 градусов Цельсия. Теплой осенью или весной такой перепад можно легко обеспечить содержанием орхидеи на балконе. Зимой следует проветривать помещение в темное время суток, избегая сквозняков и прямого попадания холодного воздуха на растения. Второй совет – организуйте правильное освещение. Орхидеи – тропические растения, привыкшие к длинному световому дню. Выбирайте светлое окно, но избегайте прямых солнечных лучей, а в зимнее время досвечивайте фитолампами. Третья рекомендация – если ваша орхидея уже цветет, то старайтесь не менять ее положение. В цветущем состоянии орхидеи довольно уязвимы. Если у вас все же есть необходимость переставить орхидею, то старайтесь соблюдать ориентацию по сторонам света. Четвертый совет – соблюдайте правильный полив. Наиболее эффективным является метод погружения. Горшок с растением опускают в емкость с водой на 10-20 минут. Есть одна хитрость, которая поможет вам понять, пора ли поливать орхидею или нет. Если цвет корней белый, то пришло время полива, а если зеленый, то влаги еще достаточно. Совет пятый – правильное опрыскивание. Фаленопсисы – тропические растения, и они очень любят влажный воздух. Когда опрыскиваете орхидею, старайтесь избегать попадания влаги на цветы, потому что это может существенно сократить продолжительность ее цветения. Рекомендация шестая – чтобы ваша орхидея цвела, ей требуются регулярные подкормки. Хочу заострить ваше внимание, что для цветения орхидеи требуются фосфорные и калийные удобрения. А вот избыток азотистых как раз может стать причиной отсутствия цветения у фаленопсисов. И последний совет – правильно обрезать орхидеи после цветения. Иногда орхидеи способны цвести на старом цветоносе, поэтому не спешите их обрезать. Если цветонос долгое время сохраняет зеленый цвет и имеются живые почки, то, возможно, орхидея снова вас порадует. Если цветонос постепенно начинает желтеть, то дождитесь, пока он полностью отсохнет, и тогда обрезайте его, оставив несколько сантиметров. Никогда не выдергивайте цветоносы. Если вы будете соблюдать все эти рекомендации, то ваша орхидея будет радовать вас цветением каждый год. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.